Всем привет! В эфире самая молодежная программа «Аймаматор» и мы, Максим и Лена. Мы познакомим вас с самыми яркими моментами, которые произошли в школьной и студенческой жизни за последние две недели. Поехали! В пакистанской халвой, индийской кичаре и белорусскими драниками встретил гостей в День мира университет продовольствия. Что оказалось вкуснее, узнали Даша и Таня. Выпало счастье, жизнь в мирной стране. Но мы, я знаю вы и мы все, ценим тех, кто дал нам жизнь. Необычный день календаря, 21 сентября, Международный День мира. Университет продовольствия не смог обойти стороной такой праздник и подготовил акции, концерт, квест по университету и, конечно же, порадовал дегустацией блюд. Воз встретил День мира не просто хлебом и солью, а пакистанской халвой, белорусской мочанкой и индийской кичаре. Мяс, а у вас здесь что такое вкусное? Халва. Халва? Халва. А как вы ее готовили? Каша матная и орех, и киш-миш, как называется, и сахар, масло, и пакистанской. Это народная пакистанская? Это народная пакистанская, да. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Орех чувствуется. Девочки, а что вы такое вкусное едите? Мы сами вообще не понимаем, но это очень вкусно. Пакистанская. Но это очень вкусно и необычно для нас. Мы представляем пакистанскую, или мочанку, и граньки, посторонно-белорусскую. И оладушку, или оладушку. Сами готовили? Да, сами. Долго? Ну, да. Вчера целый день сидели. Вам зачтется это как-нибудь на сессии? Да. Это держи, это тебе. Вот сейчас это. Давайте еще. Ой, давайте. Огурчики, смотри, сало нарезанное. А это давайте. Это мы предложим оператору. Ну, а пока одни дегустировали вкусняхи и проверяли возможности камеры смартфона, другие тренировали свой мозг в вест-игре по университету. В каждой команде выдаются листочек, где написана своеобразная загадка, и в ней зашифровано место, то есть определенная точка. Мы выбрали точками деканаты наших факультетов, и студентам, командам нужно отгадать, что же это за точка. То есть это и знание самого университета, двух наших корпусов, и знание местонахождения деканатов, ну и плюс это сплочает команды. Вам понравилось? Да, конечно, всем понравилось. Вот все мои иностранные студенты, тоже вот, белорусы, все тоже вот совместно все прошли, вот все хорошо. Найти одну из точек квеста удалось и нам. Есть листики с надписью, есть листики без надписи. Листики с надписью люди берут и продевают веревочку, и вешают на дерево. Сколько листиков повесят, столько у них будет очков. Участвуют все факультеты. А я могу взять и повесить сейчас? Да, вы можете взять листик пустой, я могу дать вам ручку, напишите пожелание какое-нибудь, и можете повесить. Пожелаем, наверное, конечно же, мира во всем мире. Мира во всем мире можете написать. А для чего нужно такое дерево? Дерево, чтобы люди видели, что мир есть, что все хотят мира. И все желают. Все желают мира. Как прошел день мира в других вузах, узнаем из рубрики «Репост». Альма-Матер раздает призы. Сфотографируйся на фоне своего учебного заведения. Ставь хэштег «Хочу в Альма-Матер» и публикуй в ВКонтакте или Инстаграм. Во-первых, вы получите призы от нашей программы. А во-вторых, вы сможете увидеть ваши фото в рубрике «Репост». Традиционный, осенний, легкоатлетический. Все это о кроссе, который прошел в технологическом колледже. Соревновались кураторы и учащиеся первых курсов. Борьба за победу велась нешуточная. На протяжении всего мероприятия ребят поддерживала команда черлидеров «Голд Диггерс». Совсем мало времени осталось до самого главного конкурса МГУ имени Кулешова – Дня первокурсника. Сейчас ребята активно готовятся к финалу и проводят отборочные туры на своих факультетах. Так, 22 сентября познакомились с первокурсниками на факультете иностранных языков. Каждая из четырех групп представила визитную карточку и творческий номер, в котором ребята показали все свои таланты. День мира отметили не только в Университете продовольствия. В Белорусско-Российском университете провели торжественное собрание, посвященное этому празднику. А библиотека БРУ представила фотовыставку «Мир литературы о мире и людях». В завершении праздника студенты и преподаватели выпустили в небо голубей, как символ мира и надежды. Многие из нас любят собирать пазлы. Для кого-то это хобби, а для кого-то настоящее соревнование. В Бобруйске в средней школе номер 16 провели турнир по скоростному сбору пазлов. Темой для мозаик послужили знаковые объекты Бобруйска. Чтобы выполнить задачу, командам пришлось работать слаженно, буквально рука об руку. Лучше всех заданий справилась команда средней школы номер 32. Она и заняла первое место. А команда «Альма Матер» продолжает прокачивать свои актерские способности. Мы снова сходили на игру «Крокодил» и в этот раз стали бронзовыми призерами. Турнир, как всегда, был веселый и интересный. По итогам двух игр «Альма Матер» на четвертом месте. Кстати, наши друзья, команда «А бы что» стали победителями прошлой игры. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед. Практически все студенты знают такие слова, как «бульба», «морква» и «бурак». Но далеко не все студенты вспомнят такие слова, как «суницы», «кавун» и «агрест». А у нас на очереди рубрика «Контрольный вопрос». Сегодня на «Белорусской мове». Скажите, как выглядит «кавун»? А что это такое? Я не знаю. Это такое... Это арбуз. Арбуз. Кавун? Крыжовник, может быть, нет? Нет, арбуза, по-моему, нет. Кавун. Капуст и арбуз. Кавун – это, по-моему, арбуз на городском. Что такое «суницы»? Ягоды какие-то. Какие? Ты многое знаешь. Брусника, может, какая-то? Нет. Черника? Нет, но тоже в лесу растет. Голубика? А, нет, она в лесу не растет. Красная. Это не клюква? Давайте не скажу, наверное. Это то ли крыжовник, то ли черника, что-то такое. Вот ежевика, по-моему. Голубика, ягода какая-то, черника, может быть. Почти. Ежевика. Ну, это ягода какая-то. Да, ника тоже заканчивается. Какие-то ягоды. Да. Земляника прямо в точку. Молодец. Да, нравится. Часто не пробовать. Ну, это крыжовник. Крыжовник. Куст. Какой куст? Куст с ягодами. Какие? Ну, в виде маленьких арбузинок. Крыжовник. Да. Вот в каком виде спорта наши земляки впереди планеты. Так это в спортивной радиотелеграфии. В очередной раз могилевские школьники и студенты стали призерами в этом необычном виде спорта. Сборная Беларуси по скоростной радиотелеграфии в очередной раз вернулась чемпионата мира с триумфом. Первое общекомандное место досталось нашей стране во многом благодаря представителям Могилевской области. Многолетний поварит турнира, тренер-преподаватель по скоростной радиотелеграфии могилевчанин Сергей Швидко стал пятикратным чемпионом мира. На вопрос, как удается столько лет держать эту планку, с гордостью отвечает. Я думаю, это усердие и цели, которых я еще не достиг, надеюсь, будет и шестой, и седьмой раз. Ну и, конечно, огромная заслуга моего первого тренера Андрея Бендасова, на которого я стараюсь роняться и все-таки однажды побить его мировые рекорды. Суть радиоспорта заключается в приеме и передаче как можно большего числа знаков за ограниченное время при помощи телеграфного ключа. Спортсмены секции ежегодно входят в состав Национальной сборной Республики Беларусь и принимают участие в чемпионатах мира, Европы и других крупных международных соревнованиях. Соревнования состоят из четырех видов упражнений. Это скоростной прием буквенных, цифровых и смешанных текстов, скоростная передача и практические упражнения. Обычно в этот спорт приходят с восьми лет. Влад занимается уже пятый год и точно знает, каких наград хотел бы добиться в этом спорте. Высоких результатов и самый высокий разряд. А сейчас у тебя какой разряд? Второй взрослый. Здорово. Максимум это мастер спорта. Ты к этому стремишься? Да. В этом году белорусы победили в шести из девяти категорий. Завоевали 47 медалей в личном зачете из 108 возможных. 31 золотая медаль на мировом первенстве говорит о высоком уровне подготовки нашей команды. И это не предел. Ведь у наших спортсменов есть реальный шанс стать абсолютными победителями во всех возрастных категориях чемпионата. Ну а пока... Это отдых, восстановление. Потом будем готовиться к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2018 году в Казахстане. Радиотелеграфия – особенный вид спорта. Однако, как и любой другой, требует повышенного внимания, хорошей памяти, силы воли и времени. И у наших земляков есть все, чтобы добиться успеха в выбранном пути. А главное – достучаться до книги рекордов Гиннесса. Осень для студентов ассоциируется с началом учебы, днем студента и, конечно же, сбором урожая. На морковку в Казахстане отправилась команда «Альма-Матер». Народная мудрость гласит – с корнилия корень в земле не растет, а зябнет. Вооружившись этой приметой, команда «Альма-Матер» вместе с второкурсниками университета продовольствия отправилась на сбор морковки. Наиболее благоприятным сроком для сбора этого овоща в наших условиях считается конец сентября. Именно в эти дни в ней интенсивно накапливаются питательные вещества и витамины. Выдергиваем, отрываем хвостики и сортируем. Ботвоз корнеплода сразу удаляют, чтобы она не забирала в себя питательные вещества и могла дольше храниться зимой. Она легко выдирается и, ну, достаточно быстрый процесс. Ужденного никакого труда не нужно. Ну, как раз для тебя, да? Теперь самая главная задача, отбиваясь от зайцев, донести морковку в точку назначения. Давай, три, два, один. С далеких времен студенческая молодежь отправляется в колхозы на уборку сельскохозяйственных культур. Это изближает студентов и позволяет прогулять некоторые пары и позволяет немного заработать. Три ведра. За полтора часа? Нет, мы недавно туда приехали. Три ведра? Да. Я еще ношу девочкам, помогаю. Помогаешь девочкам. Что лучше, на парах сидеть или собирать? На парах сидеть. Ну, смотря на каких парах. Ну, я бы лучше на парах посидел. У вас есть желание сегодня после уборки морковки что-то приготовить из нее? Нет. У меня есть желание поспать. Такие вы знаете блюда из морковки, молодой человек? Корейскую морковку знаю. Ученые-диетологи рассчитали, что каждый человек для поддержания нормальной жизнедеятельности организма должен потреблять в год не менее 8,5 килограмм моркови. Кому, как не студенту университета продовольствия, знать о продуктах все. В том числе и о сельскохозяйственных культурах, которые вот произрастают на этом поле, ну и которые мы помогаем собирать. У моркови нежный вкус, достойный главной роли в блюде. При желании из нее можно приготовить холодный крем-суп с йогуртом, рулет с сырной начинкой или даже морковный Рафаэлло с тертым шоколадом и обжаренным миндаленом. Есть и студенческий рецепт, проверенный годами. Помыть, почистить и съесть. Приятного аппетита! Ну и наконец наша рубрика «Экспериментс». Миша и Денис сегодня осваивали гироскутер. Посмотрим. Попоглубже вот сюда. Как глубже? Стали два. Стоп, стоп. Тихо. Где вы живете? Я в Москве. В Москве? Ну поддалеку. 600 километров нам не преграда. Валя, вы куда, Валя? В Москву. А, в Москву? Подошел бы. Все ненужно. Отпускай человека. Доставайте его ледом. Есть как ощущение? Скажите, как ощущение? Нет, это что? Бомба! Здрасте. Не хотите покататься? Попробовать. Мы абсолютно бесплатно просто катаем. Пробуем? А почему назад? Ты не знаю, папа! Я первый раз вижу, что мы назад ехали. Подержи женщину, а я пока съезжу. Мы за ее паспортом кредит возьмем. Оборот. Вот так. Вот так. Здорово. Попробуем стоять. Все, стоим. 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 Руки вперед. Руки вперед. Есть. Стоим. А на этом все. Альма Матор в эфире Беларусь. 4 Могилев каждые две недели. И, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!